Первая схема, где мы видим, как знаки зодиака делятся на, во-первых, мужские и женские, а вторая категория, там сокращенно написано card, fix, mood. Но там, видите, точки стоят. Это просто часть слова. Давайте напишем, что значит card. Card это значит кардинальный, такой термин в астрологии, кардинальные знаки зодиака. Давайте перечислим кардинальные знаки зодиака и запомним, что кардинальные знаки это главные, главные знаки. Это четыре знака зодиака, овен. Кто еще кардинальный? Давайте вместе. Рак. Вы видите, что рак женский, а овен мужской. То есть тут МЖ по-разному. Тут другой принцип. Тут не МЖ. Итак, овен, кардинальный знак. Рак. Какой следующий? Весы. Весы. Вот кардинальный. И козерог. Итак, у нас в зале присутствуют сейчас представители кардинальных знаков. Те, которые номер один идут по кругу. Просто овен, он как бы и кардинальный, и вообще номер один. Остальные, они тоже главные, но просто круг уже начался. Овен, рак, весы, козерог. Сейчас нам нужно понять, в чем смысл этой кардинальности. Кардинальные люди, их миссия, они начинают, открывают. Их миссия быть первыми. Вот эти все четыре. Овен, рак, весы, козерог. Кардинальный значит, по смыслу это слово, это быть первым, что-то начинать и открывать. Овен, рак, весы, козерог. А что же именно они начинают? И вот первая дата, которую все астрологи помнят и знают наизусть. То, о чем я говорил, почему мы начинаем, помните, не в сентябре, как все учебные заведения, а почему мы начинаем в марте. Кстати, однажды я попробовал в сентябре, ну, провел такой эксперимент в истории школы, это было очень давно, и понял, что нет, нарушать принципы нельзя. Ну, то есть я набрал курс, который я хотел начать учить, вот, ну, как классически все начинают с сентября. И это было не то. И больше я ни разу это правило не нарушал. А что же такого особенного происходит в марте? Это 20-21 марта. 20-21 марта, что это такое? Это и есть вот этот ключевой день. Он называется весеннее равноденствие. Все ждут этого дня. Кто связан с астрономией и астрологией, все ждут всегда этого дня, 20-21 марта. И с этого дня начинает рождаться овны. И самое главное, весна начинается не 1 марта, а вот в этих числах. Вы подпишите себе весна. Дело в том, что нас учили в школе астрономии, помните? Ну, там, в последнем классе. Но что-то там, видимо, так учили, что никто ничего не понял. А хотя бы вот эти вещи должны были бы научить, что все люди неправильно определяют сезоны года. Ну, вот было 1 марта, все поздравляли друг друга с началом чего? Весны. Это неправильно. Весна начинается не 1 марта. То есть, коллеги, сейчас зима еще на самом деле. Зима еще пока. Ну, вот в эти даты. А настоящая весна, она начинается только 20-21 марта. Уже поняли, да, каком нам-то в жизни повезло. Только мальчикам надо родиться, а не девочкой. И вообще тогда супер было бы, потому что знак все-таки мужской. Но повезло чем, что знак номер 1, что он кардинальный. И что все начинается отсюда, с 20 марта. А теперь я хочу спросить, есть ли у нас в зале мусульмане? Ничего плохого. Тоже вчера так странно, тоже три руки. У нас обычно ползала. И сегодня вообще два человека. Поэтому то, что я сейчас сообщу, может быть, не все об этом в курсе. Дело в том, что 21 марта ежегодно мусульмане всего мира отмечают астрологический праздник весны. И он называется Навруз. Кто-нибудь из вас бывал на Наврузах? Как они проходят? Да, это потрясающе. Это такой веселый праздник. Это песни, танцы, угощения. Причем все друг друга угощают. Это такой очень-очень светлый праздник. И это астрология. Астрология чистейшей воды. Навруз всегда 21 марта. Вот сколько лет существует исламский мир, и никогда ни разу не было отклонения в этом вопросе. Поэтому 21 марта праздник весеннего равноденствия. Этот самый Навруз, как он так называется, это всем, чтобы с детства люди маленькие знали частично астрологию, что вот он праздник весны. Пришел Навруз, пришла весна. И начинают рождаться овны. Переходим ко второму кардинальному знаку зодиака. Раки. Они начинают рождаться 21-22 июня. 21-22 июня. Обратите, пожалуйста, внимание, что я каждый раз даю не одну дату, а две даты. Потому что вот эти переходы из знака в знак, они имеют люфт. То есть это всегда как бы, ну как весеннее равноденствие. Иногда 20 марта, иногда 21 марта, вот так бывает. И по две даты. Но когда человек рождается в такой день, то мы уже более точно определяем, видим, кто он по знаку зодиака. Потому что на границе знаков всегда спорный вопрос. А есть у нас, кто родился на границе, ну не обязательно кардинальных, любых. Да. Вы можете еще рыбами оказаться. А можете уже овнам. Мы это увидим, когда уже точно построим вашу натальную карту. А что происходит, когда начинается рак? Это называется, давайте напишем, день летнего солнцестояния. 21-22 июня называется день летнего солнцестояния. Вот эти слова, они и астрономам, и астрологам очень важны. Равноденствие солнцестояния. Что значит день летнего солнцестояния? Это самый длинный день в году. 21-22 июня. Самый длинный день в году. Что значит самый длинный? Ночи почти нет. То есть 9 вечера еще светло. 10 вечера еще светло. Как будто живем на севере за полярным кругом. Ночь самая короткая. И именно вот отсюда, от знака рак, начинается лето. Древнее астрологическое правило. Давайте его запишем. Это правило пришло к нам из древней астрологии. И оно гласит. Если начать войну. Может воспользуетесь. Если начать войну в день летнего солнцестояния, 21-22 июня, война будет короткой и победоносной. Это древнее правило астрологии. Что начинать войну, чтобы быстро, быстро и победить. Надо в этот день. Вы поняли, куда я, к чему я клоню? Кто воспользовался этим правилом? То, что вам, всем, включая и меня, нам же на уроках истории это не объясняли. Но учительница сама этого не знала. Что оказывается, ну на всякий случай напомню, речь идет о Великой Отечественной войне. 75 лет победы, грандиозный праздник будет в этом году. А сейчас. И она началась на рассвете 22 июня. Тот самый длинный день в году. Так вот, друзья, на этом празднике победы никто не скажет главного. А вы бы, как астрологи, сказали, что цена этой победы, цена. Да, мы выиграли, но это произошло только каким-то чудом. Мы чудом не проиграли эту войну. Немцы уже стояли под Сергиевым посадом. Взятие Москвы, это был вопрос дней и часов. Уже был банкет назначен в Кремле. Кто должен был быть на банкете? Наши? Или Гитлеры? Конечно, Гитлер. Уже вопрос взятия Москвы был решенным делом. Оставались считанные дни и часы, чтобы... Ну а что тут от Сергиева посада до Москвы-то пешком дойти? И все. И война была бы нами официально проиграна. Просто каким-то чудом и ценой неимоверных потерь. Неимоверных... Вот это... Да, Гитлера не спасло, что он начал войну в астрологически удачный день. Но мы за это заплатили немыслимую цену и не проиграли просто, ну, просто, ну, чудом каким. Потому что все, Москва уже должна была быть сдана. Этот вопрос уже считался решенным. Капитуляция Москвы. Кстати, воспользовавшись астрологией, они так и распланировали, что Советский Союз будет взять за 500 дней знаменитые планы. Помните, война будет короткой и победоносной, что за 500 дней, ну, 500 дней это примерно полтора года, что за полтора года все, наша страна будет побеждена, и мы попадем все к ним в рабство. Такой был план. И этот план почти реализовался. Почти реализовался. Так что это праздник, как поется в известной песне, со слезами. Вы поняли или нет? Потому что он начал войну. Вопрос к ним, как они умудрились ее проиграть, начав в самый удачный день. Вот, например, у меня, мой родственник, может быть, у вас в семье тоже есть такой, сейчас поднимите руку. Дело в том, что как раз в 1941 году, 22 июня, по календарю, было воскресенье. И во всей стране накануне проходил выпускной вечер. Это когда, вот помните, после 10 класса вручали аттестаты, и эти школьники, ну, уже выпускники, гуляли по улицам города. Тем более, это же летнее солнцестояние. То есть ночи почти нет, ну, светло, как бы, день как будто бы не прекращается. Они ходили и мечтали, ну, мечтали, ну, куда они пойдут учиться или работать после школы. А попали они все сразу не на учебу и не на работу, а в могилу они попали. Потому что сразу с выпускного они пошли на эвакопункты, отправились на фронт, и в ближайшее время всех этих мальчиков уничтожили. Почти никто из них не выжил. Поднимите руку, у кого в семье? Вот кто? Дядя. Вот еще интересно, судьба какая, да, она прям родилась в этот роковой для страны момент, очень интересно, да. Вы даже время знаете, значит, мы сможем ректифицировать гороскоп вашей мамы, если вы захотите. Коллеги, про летнее солнцестояние запомнили? Да. Будете начинать войну с Дезом, начинайте в ночь с 25, война будет короткой и победоносной. А то, что у Гитлера не вышло, так и слава богу, что не вышло, но я повторюсь, какой ценой мы победили, до сих пор умалчивают истинное количество жертв этой войны. Там цифра, которая в голове просто, я имею ввиду и солдат, и мирных наших граждан, которые погибли. Там, ну, просто немыслимое количество жертв этой войны. Это вот 21-22 июня, это вот все влияние этой даты. А почему астрология? Потому что они пользовались астрологией. И всегда пользуются немцы по складу ума, у них прям менталитет такой астрологический. Они астрологию обожали во все времена, но я не говорю, что наша голова хуже в этом смысле, но для немцев астрология прям любимейшая идеальная наука. И поэтому как раз и воспользовались правилами астрологии. Субтитры создавал DimaTorzok